Добрый вечер, это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. Сегодня наша программа будет посвящена Самарскому государственному медицинскому университету. В конце года принято подводить итоги работы и сегодня мы поговорим с какими итогами научной, образовательной, медицинской деятельности клиника ВУЗа подошли к завершению 2015 года. Я представляю гостя в студии Геннадий Петрович Котельников, ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН, председатель совета ректоров ВУЗа в Самарской области, почетный гражданин Самарской области, лауреат государственной премии России, дважды лауреат премии правительства России, заслуженный деятель науки России. Геннадий Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, Елена, здравствуйте, товарищи. Спасибо, что пришли к нам в студию, Геннадий Петрович. Поговорим сегодня об итогах, как я уже сказала, и уважаемые телезрители. Традиционно программа «Город Эсс» выходит в прямом эфире. Это означает, что вы сейчас можете дозваниваться к нам в студию и задавать свои вопросы моему сегодняшнему уважаемому гостю. Геннадий Петрович, ну что же, начать этот разговор хотелось бы с новостей. Что нового, интересного произошло в ВУЗе за этот год? Какие важные определяющие события вы могли бы отметить особо? Ну, во-первых, я должен сказать, что вот вы уже обозначили, что мы, ВУЗ медицинский, он решает такую триединую задачу. В медицинском ВУЗе мы должны учить, мы должны лечить и заниматься наукой. Вот, если каждый из сотрудников ВУЗа вот справляется с этими тремя направлениями, значит, коллектив, тот, который учит студентов, полноценный, что он эффективный, он хороший, он качественный. И я очень свой коллектив люблю, ценю, уважаю, он действительно такой коллектив. Люди любят свою работу, любят студентов, любят пациентов, любят науку, конечно. А любовь, она всегда дает хорошие результаты и плоды. Год был 15-й непростой, он тяжелый год был прямо. Я уж не хочу заглублять. Почему? Во-первых, события на Украине, во-вторых, Крым. Ну, это положительное для нас событие, но сама по себе я удивляюсь стойкости нашего президента, который справился с этой задачей так спокойно, взвешенно, что просто мир оторопел, так скажем, что мы вернулись в свою территорию. Я всегда вспоминаю песню легендарная Севастополь, неприступная для врагов Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков территорией стала нашей. Ну, а дальше санкции, падение цен на углеводороды, много других проблем, и сирийская проблема здесь вот возникла. Все это в целом напрягло очень ситуацию, изменило ситуацию. Но я должен сказать, что и весь народ России, мне кажется, сплотился вокруг своего президента, вокруг понимания, что же такое патриотизм и что такое Россия. И сотрудники нашего университета тоже. Мы справились с теми задачами, которые перед нами стояли в этом году. И хочу сказать, что мы даже добились таких очень серьезных успехов. Вот мы даже дважды в международных рейтинговых агентствах заняли места в первой полусотне среди всех вузов нашей страны. Среди всех вузов, повторяю, не только медицинских. Два года подряд, это первое. Второе. У нас есть центр практических навыков, или как их теперь называется, симуляционный центр. Вот этот центр признан теперь центром второй категории. Он стал межрегиональным, и по своему статусу теперь он имеет право вести преподавательскую работу для всех студентов и врачей Приволжского федерального округа. А в нашем Приволжском федеральном округе 14 республик и областей, и живет 35-36 миллионов человек. Понимаете? Это очень большая территория. Кроме того, значит, только что совсем недавно, вот вы знаете, сейчас опорный вуз министерства образования формирует такое понятие и уже сформировало. Что же такое опорный вуз? Это вуз мощный, это вуз, который признан во всей России и на международном уровне, который занимается и наукой. Там и диссертационные советы, там и защита диссертации, там и магистратуры, там и научно-педагогическая школа. То есть это настоящий полноценный вуз. И они будут дополнительно финансироваться. У нас учредитель министерства здравоохранения, за что мы боремся и сейчас, и очень долгое время бороться, продолжаем за то, чтобы остаться в министерстве здравоохранения. У нас 46 вузов, которые готовят студентов, и 6 вузов, которые готовят врачей на постдипломном уровне. Вот у нас тоже как бы выделены опорные вузы. Вот по нашему Приволжскому федеральному округу у нас 9 вузов Приволжского федерального округа. Значит, это 9 медицинских вузов. И выделены 2 группы, 2 опорных вуза. Это Казань, вокруг него такие небольшие вузы, как Киров, Ижевск, Пермь. Вот те вузы, вот за ним он головной вуз. И вторая группа вузов это Самарский вуз, Уфа, Башкирия, Саратов и Оренбург. Вот 4 вуза, мы тоже головной опорный вуз. Поэтому это очень серьезная победа всего коллектива. И ответственность, конечно. И ответственность, конечно. Голосально. Что по всей вот тем триединым задачам мы должны выстраивать отношения с этим вузом. Их будем выстраивать. Сейчас уже такие документы у нас появились и есть. И, конечно, я должен сказать, что студенты стали другими. Я очень ценю и горжусь тем, что студенты нашего университета стали более культурными. Вот в общежитии сейчас чистота. В спортивных залах. У нас недавно была делегация из Белоруссии. И немцы были. Вот они вместе. И они были потрясены. Я в начале вопроса не понял. Мы заходим в один из наших больших корпусов. Это Гагарина 18. Там, где 8 кафедр. Там 2 больших лекционных зала. Там актовый зал. Там спортивный зал. Там библиотека. Там интернет-центр. То есть туда людей очень много ходит. И студенты на входе такая, ну, не то что с утолка. Закончились лекции. То есть оттуда выходят студенты и заходят. И они что-то делают. И меня ректор спрашивает из Белоруссии. Из Витебска. А что это они? Они перебываются. Во всех учебных корпусах. Независимо от того. Это кафедры химии, физики, биологии. То есть не только медицинские кафедры. Студенты везде перебываются во вторую обувь. То есть ученики приходят к себе домой. Они приходят домой. Это очень трудно было сделать. На это потребовалось очень много времени. Но сейчас актовый зал. Понимаете? Спортивный зал. Ни царапинки, ни ссадинки. Они вот берегут. И вот это все отношение изменилось. В центре питания. Вот мы сегодня были в центре питания. В одной из комнат, где преподаватель обедает. Этой комнате уже 10 лет. Как мы ее отремонтировали. Я говорю, понимаете? Как будто ее вчера отремонтировали. Там чисто, аккуратно. Стала другая мотивация к образованию. Стремление научиться языку. Стремление знать очень много вещей, которые должен не только врач знать, но и каждый гражданин Российской Федерации. Студенты стали иными. И это меня очень радует. Вот сейчас среди студентов мы выделили 50 студентов. Это лучше мы их назвали. Ну, условно говоря, топ-группа. Это лучшие студенты вуза, которые на всех факультетах. Но мы их дополнительно с ними занимаемся. Например, по языку, языковая подготовка. IT-технологии, отдельная подготовка. Педагогика. Это мы готовим, прямо скажем, резерв для будущих мест в аспирантуру и мест преподавателей в нашем вузе. Но они обязательно, они могут работать в практическом здравоохранении. Прекрасно. Но это лучшие студенты. Геннадий Петрович, у нас есть звонок. Вы еще на линии. Добрый вечер. Мы вас хотим послушать. Алло. Да, да, на линии. Говорите, пожалуйста. Геннадий Петрович, добрый вечер. Здравствуйте. Я, во-первых, хочу сказать и поблагодарить вас за студентов, которых вы готовите. Я со многими знаком. Низкий вам поклон. У меня такой вопрос. Я вчера внимательно слушал выступление Николая Ивановича, и он сказал, что у нас будет строить бельгийцы новый центр рядом с онкоцентром по каким-то современным методам лечения и обследования. Геннадий Петрович, пожалуйста, вы, наверное, будете готовить для них студентов. Не могли бы уточнить, потому что Николай Иванович все-таки человек немножечко в другой области специалист, хотя он, по-моему, работая с вами, уже стал разбираться и в медицине. Мы поняли ваш вопрос. Спасибо большое. Спасибо за добрые слова в адрес наших студентов. Спасибо. Это, во-первых. Во-вторых, то, что Николай Иванович обозначил во вчерашнем обращении к депутатам и гражданам Самарской области, я должен сказать, что он обозначил конкретно. Строительство ПЭТ-центра. Это центр позиционно-миссионной томографии, который будет построен на территории онкоцентра. Там позволяют и площади. Эти площади достаточно большие. Вот там основной корпус, это ближе сюда, ну, по направлению к городу, скажем, этот центр будет построен. Строить будет бельгийская фирма. Центр этот дорогостоящий. Он предназначен для диагностики, для ранней диагностики. Вот когда мы говорим, что Япония победила рак. Рак Япония не победила, но она победила многие раковые заболевания за счет того, что у них своевременная диагностика. И если ты не прошел, допустим, диспансерное наблюдение, заболел, тебе больничный лист не оплачивается. Там много у них вот таких рычагов, они это держат на очень высоком уровне. Поэтому это будет суперсовременный центр с большими диагностическими возможностями и большими возможностями лечить с помощью новых современных приборов и аппаратов, которые будут приобретены в этот центр целый ряд раковых заболеваний. Вот что я могу сказать. Конечно, там понадобятся и врачи, там понадобятся и наши выпускники, и после дипломной подготовки, там будет и клиническая ординатура, и аспирантура работать на вот эту подготовку. Я должен сказать, что наш регион чем еще в целом ценен, что у нас удивительно хорошие и рабочие контакты с практическим здравоохранением. В практическом здравоохранении у нас сейчас работает полтысячи кандидатов и докторов наук. Ни в одном регионе страны такого количества защищенных врачей, имеющих степени кандидатов и докторов наук, нигде нет. Это очень хорошо, потому что, понимаете, человек, который повышает свою квалификацию, который может творчески обобщать, делать выводы, помогать больным, он работает с другой отдачей, с другим качеством. Я за это благодарен и практическим врачам, и нашим профессорам, которые готовят этих диссертантов, и, конечно, Министерству здравоохранения нашей Самарской области, Геннадию Николаевичу Горидасову, потому что мы работаем много лет совместно вот в этом направлении. Спасибо, Геннадий Петрович. Я хочу сейчас посвятить часть нашего разговора не менее значимой теме. Клиника медуниверситета этот год был для вас знаковый, юбилейный. 85 лет – дата очень серьезная. И, конечно же, стоит отметить, что все созданы условия для подготовки высококвалифицированных кадров. Геннадий Петрович, у нас подготовленный сюжет. Давайте его посмотрим вместе. Пожалуйста, да, с удовольствием. Внимание на экран. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Юбилей клиник можно с полным правом назвать событием не только для Самарской, но и для всей медицинской общественности. Сегодня у нас большой праздник. 85 лет исполняется клиником Самарского государственного медицинского университета, уникального лечебного учреждения европейского уровня, миссия которого заключена в три идеи задачи – учить, лечить и заниматься наукой. В России лишь пять медицинских вузов имеют такие крупные многопрофильные клиники, в их числе Самарский государственный медицинский университет. Собравшихся тепло поздравил ректор нашего университета Академик РАН Геннадий Петрович Котельников. Самарский государственный медицинский университет недавно отметил, 95 лет. Сегодня мы отмечаем 85 лет клиник в нашем университете. Там сейчас 1200 поек, там 55 отделений, там 20 учебных кадров, там работает 2300 человек, там в год лечится до 28000 человек и 400-450 тысяч мы консультируем. И все это делается вы сидящего отца. С праздником, дорогие друзья! Проректор по клинической работе нашего университета, главный врач клиник Игорь Иванович Лосев в своем докладе рассказал о славном пути клиник СамГМУ от создания до наших дней. Невозможно подготовить настоящего специалиста в медицинском вузе, не имея собственных клиник. Сегодня клиники нашего университета – это тот технопарк, где соединяется образование, наука и внедрение результатов научных разработок в лечебную практику. Клиники поздравил губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Я хотел бы выразить вам слово огромное благодарность за труд, за те школы, которые сейчас изучают, за то, что мы сегодня имеем праздник у нас. После теплых слов поздравлений губернатор перешел к церемонии награждения и отметил лучших сотрудников клиник СамГМУ. Это программа «Город ТЭС». Я беседую сегодня с Геннадием Петровичем Котельниковым в прямом эфире. Если есть вопросы, звоните, пожалуйста, уважаемый телезритель. Геннадий Петрович, прокомментируйте. Ну, я хотел бы сказать, что вот у нас 46 вузов, я сказал, медицинских. Лишь пять из них имеют клиники, вот собственно, такого крупной клиники, которая является структурным подразделением университета. Это во-первых. Во-вторых, это очень большое хозяйство, вот я сказал, там 2200 работающих людей. И что самое главное, что там врач будущий, то есть студент, впервые подходит к больному. Там кафедры пропет, факультетские и госпитальные все расположены там. То есть они проходят с третьего до шестого курса, вот эти кафедры. Ну и, конечно, потом кафедры, которые расположены на площадях практического здравоохранения, уже сказал, что у нас прекрасные отношения с ними. У нас 19 еще других больших лечебных учреждений, которые являются нашими базами. Без этого невозможно. Собственно, любой будущий врач должен посмотреть, как работает поликлиника, как работает женская консультация, как работает ВТЭК, ну и так дальше. А клиники собственные, это, конечно, понимаете, это счастье, что они есть. Я-то считаю, что вообще не может быть медицинского университета, если в его структуре нет собственных клиник. Это качество. Какие там ученые у нас работали, понимаете, сейчас пять улиц в городе названы именами ученых, которые работали в клинике. Ярошевский, Аминев, Ратнер, Солдатов, вот все они работали в клиниках. Это очень известные люди, они создатели научно-педагогических школ. Ну, из клиник вышло три министра. Министр Советского Союза Митерев, есть такая улица Митерев у нас в городе. Он с этой должности сразу стал министром здравоохранения Советского Союза перед войной. Игорь Николаевич Денисов стал, это был последний министр Советского Союза до 91-го года, когда распался Советский Союз, тоже наш выпускник и сотрудник клиник. Поэтому там это же микротехнопарк, вот где и учим, и лечим, и занимаемся наукой. То есть там учебная база, и лечебная база, все вместе. И больные, которые у нас лечатся, они понимают, что они находятся в особом лечебном учреждении. Вот мы пересадили за 10 лет 320 почек сейчас. Это больше, чем многие научно-сельские инструкции. Центр трансплантологии, да, клиник? Клиники работают с полной нагрузкой. Сейчас они на 4 пятых отремонтированы, они выглядят, это современные европейские клиники. У нас вот были немцы. Немец трижды спрашивал, это частные клиники или государственные? То есть это радует нас, потому что в палатах есть туалеты, в палатах есть все условия для того, чтобы там больные лечились. Я сказал, 28 тысяч мы лечим в год там, и примерно 400 тысяч, почти 420 мы консультируем в год в клиниках больных. Это тоже большой очень вклад. Поэтому мы с удовольствием поздравили всех наших ветеранов, всех сотрудников клиник. И очень благодарны, что был Николай Иванович Меркушкин на этом мероприятии. И тепло поздравил наш коллектив. Геннадий Петрович, мы с вами медленно, но верно перешли к инновациям. Давайте поговорим, какие инновации внедряются. И скажите, отличается лечение, пребывание в клиниках от сегодняшнего дня или, скажем, 5 лет назад даже? Конечно, дорогие друзья. Мы многое, понимаете, мы такие люди российские. Я не в плане покритиковать нас за что-то, но мы немножко, мы все время недовольны. Мы чего-то, понимаете, мы же вот 10 лет назад, если взять, у нас в стране выполнялось всего лишь, я сейчас цифру забыл, по-моему, сейчас я вспомню. Значит, сейчас 60 тысяч, 60 тысяч высокотехнологичных операций 10 лет назад. Сейчас их выполняется 650 тысяч, то есть в 10 раз больше. Это очень дорогостоящая операция, я имею в виду, это пересадки сердца, это пересадки почек, пересадки органов и тканей. Это сложная операция на сердце, на сосудах и так дальше, эндопротезирование. Поэтому делается очень много, вложено в здравоохранение очень много. Но мы не хотим сами по себе заниматься профилактикой, заниматься здоровым образом в жизни, питаться, заниматься спортом, там и многие другие вещи. Делать то, что должен делать каждый гражданин, понимаете? Поэтому вот претензии к врачам, они не всегда обоснованы. Обоснованы. Вот я хочу сказать следующее, что и в клиниках, да и вообще в здравоохранении нашей Самарской области очень много инновационных разработок. Инновации что такое? Это как я однажды прочитал, инновации вот на этом заводе, они закупили новые станки. Товарищи, новые станки закупили, это не инновации, это просто смена оборудования. Было старое оборудование, стало новым оборудованием, это другой вопрос. Инновация – это то, что человек придумал, когда речь идет вот от идеи и до воплощения в жизнь. Вот это инновация. Это способ операции. Это способ лечения, консервативный или оперативный. Это способ диагностики. Это много другого, что позволяет более быстро, более дешево лечить больных, но более эффективно. Но не забывать о качестве. Но не забывать о качестве, конечно. Вот в год наши ученые получают примерно 55-65 авторских свидетельств, патентов. Понимаете? Но беда наша сейчас в стране, я про астрономию веду, вот эти вот патенты, они сильно востребованы. Мы привыкли. Мы же перестали шить рубашки, мы перестали шить носки. Мы все закупаем. Вот так и с патентами. Зачем нам ученые, зачем нам придумки? Мы купили готовое все. И вот когда санкции введены были, вы сейчас видите, как мы очень быстро стали раскручиваться и думать, что нам надо делать-то свое. Вот это инновационные разработки, вот мы и делаем. Ну вот, например, у нас Центр гравитационной терапии, там организован же первый у нас в стране. Мы от идеи довели ее до серийного выпуска. Сейчас эту центрифугу делают на заводе «Салют». И она продается во многие наши регионы. И мы это направление как бы вот уже реализовали. И в клинику у нас в первой стране был создан Центр гравитационной терапии. Другие направления. Сейчас у нас вот 3D-виртуальный хирург. Вот обучение хирургии. Ведь обучить хирургу, вот он чисто полостной хирург. А его надо научить микрохирургии, например. Или хирургии трансплантационной, допустим. Он же должен с эндоскопическим оборудованием поработать. Вот этот 3D-виртуальный хирург, он создан у нас в университете. Его смотрел наш министр. Мы были за рубежом много раз на выставках. Получили много медалей. И сейчас этот аппарат, он один из самых современных вообще в мире. Но дешевле в 2,5-3 раза, чем импортные экземпляры. И сейчас вот это мы прорабатываем. Мы сделали атлас анатомический в виде громадного экрана. Где ты подходишь, и вот путем таких пальпаторных движений ты можешь любой разрез, любой сосуд, любое все. И иностранцы были поражены и покорены просто этими делами. Поэтому мы сейчас это внедряем очень интенсивно и с очень большой скоростью. В клинике мы создали центр прорывных технологий, который возглавляет профессор Колсанов сейчас. И там очень серьезные наработки. Мы создали технопарк, медицинский технопарк, где все это реализуем. Где работает очень много наших ученых. И, кстати, там они зарабатывают прилично. Я скажу, что мы за эти 2 года заработали 500 миллионов рублей, полмиллиарда рублей за счет того, что выигрывали всякие гранты. И тендеры выигрывали. Понимаете, это не значит, что нам кто-то науку стал больше денег давать. Мы переделали полностью научное направление института гигиена, который занимался водой. Сейчас они занимаются здоровым питанием. Это вот и похудание, это вот эти диеты. Но с научной точки зрения там эффективность сейчас просто. Здание полностью отремонтировано, приведено в порядок, оснащено и оборудовано. Я вам уже говорил, что в нашем институте экспериментальной медицины, биотехнологии, бывший ЦНИЛ, мы делаем сейчас лабораторию совместно с Аэрокосмическим университетом. Его возглавит немецкий профессор. Я просто забыл, его фамилия выискочила. Немецкий профессор, известный кардиохирург в Европе, где мы будем выращивать искусственные клапаны сердца. Искусственные в том плане, что они искусственные, они биологической ткани. Это не металл, это не пластмасса, это биологическая ткань, которую мы будем выращивать. И это очень громадная перспектива. Много у нас и других наработок, и мыслей, которые мы должны реализовать не только в клиниках нашего университета, не только на научном уровне защитить диссертацию, но и внедрить практическое здравоохранение Самарского региона. Общероссийского уровня. И общероссийского, но в первую очередь, конечно, Самарского региона. Я почему раньше к этому как-то ревно соотносили, что мы федеральные вузы, да, вуз мы медицинские, мы федеральные, но мы с вами локализованы, расположены в Самарском регионе, и в первую очередь все наши наработки, они должны идти для больных, для врачей нашего региона. Геннадий Петрович, спасибо огромное. Но вот мы с вами очень давно не виделись, и я понимаю, какой огромнейший пласт работы выполнен вашими коллегами, лично вами. Честь вам и хвала, это лично от меня. И следующий вопрос, пожалуйста, ответьте. Последнее время в СМИ я не могу вам не задать этот вопрос. Очень много говорится об объединении вузов, в том числе о СамГМУ. Вы председатель Совета ректоров нашей губернии. Первый вопрос, будет ли объединение СамГМУ. И второй, ваше мнение, в связи с чем сейчас проходят вот эти реорганизационные процессы на рынке образования? Понимаете, я должен сказать, что высшая школа, это современное направление всегда было, всегда будет, потому что кадры нужны всегда. И их всегда не хватало. Высоко квалифицированных, хорошо подготовленных кадров. Это первое. Но высшая школа у нас осталась, вот когда была в советское время, так и осталась. Изменилось все. Мы же строим другое общество. У нас другая политика. У нас все другое. Сейчас в стране мы не можем не видеть тех изменений, которые касаются и высшей школы. Ну, например, количество выпускников. У нас 10 лет назад было 32 тысячи выпускников. Сейчас их осталось 14 тысяч 500. 14 в два раза с лишним меньше. А вузов осталось столько же. Понятно уже всем, что бюджет, это все, это политика, все, кому-то надо накручивать. Бюджетных мест в вузах не уменьшилось. В нашем вузе это увеличилось. В прошлом году нам еще плюс 100 сделали. Мы сейчас на первый курс набираем 1150-1200 человек. В советское время вуз наш набирал на первый курс, самое большое, 900. То есть на 300 больше. Надо ли нам столько врачей? Поэтому вот эти вопросы, они ставятся. И качество повысить, самое главное. Качество в первую очередь, это раз. Обучить современным подходам, приблизить к производству выпускника будущего. И, конечно, объединить многие вузы в мощные вузы. Вот как мы сделали, например, это считаю, большая победа. Аэрокос объединили с классическим университетом. Он стал более мощным. Он стал... Вы попомните меня, что через год-два он выйдет на совсем другой уровень. Обязательно выйдет на другой уровень. Сейчас реально объединяется вуз технический и строительный. Строительный присоединяется к техническому. То же самое уже Министерство образования и науки Российской Федерации все это одобрило. Что касается медицинских вузов, то на сегодняшний день в мире примерно 50% медицинских вузов самостоятельно работают, а 50% в составе университетов. Но это не мотивация, это не пример. Мы находимся в подчинении Минздраву. Учредитель нас Минздрав России. И наша главная задача, мы с этим боремся. Вместе с министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Игоревной Скворцовой. Я возглавлял 6 лет Совет ректоров медицинских вузов. Я его и создавал. Мы главную задачу, мы должны остаться в Минздраве. И никаких разговоров пока об объединении медицинских вузов с кем-то не ведется ни в одном кабинете Самарской области, ни в одном кабинете Москвы, нигде. Хотя у нас есть медицинские вузы в структуре университетов. Например, РУДН. Но он же создавался, РУДН, Российский университет дружбы народов, он создавался для иностранцев. И там открыли медицинский факультет, он работает. Сейчас в Крыму создали федеральный университет, там тоже есть медицинский факультет. Ничего страшного. В МГУ открыли, но это же особые вузы. А вот, например, во Владивостоке, на острове Русский, там громадный, хорошо оснащенный медицинский центр. И создал федеральный университет. Но свой Тихоокеанский Владивостокский медицинский университет, он самостоятельно сохранился. Спасибо. Геннадий Петрович, минута осталась у нас до конца с вами разговора. Программа в преддверии Нового года, предпраздничной. С удовольствием предоставляю вам заключительное слово для поздравления. Дорогие друзья, я хотел бы в первую очередь поздравить своих коллег, всех преподавателей высших учебных заведений, да и вообще и школ, всех преподавателей. Всех студентов, конечно, отдельно не говорю. И, конечно, всех граждан нашей Самарской области с Новым годом. И всем пожелать, всем нашим гражданам пожелать здоровья, во-первых. Потому что, когда мы говорим о счастье, если там здоровья нет, то уже и счастья нет. И чтобы все мы утром шли на работу с удовольствием, а вечером шли с удовольствием домой. Вот это самая, с моей точки зрения, простая формула человеческого счастья. Человек счастлив, когда он торопится на работу, и когда торопится домой, и, конечно, когда он здоровый. Всем нам успешной работы, успешного отдыха впереди. С Новым годом, дорогие друзья. Спасибо большое, Геннадий Петрович. Ну, я еще благодарю вас за то, что нашли в своем, я знаю, колоссально плотном графике время. Пришли к нам в программу, ответили на вопросы телезрителей, рассказали об итогах года. Это очень важно. И спасибо за потрясающий, душевный, прямой эфир на телеканале «Самаргис». Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эс» Геннадий Петрович Котельников. Всего доброго. С наступающим. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!